Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова я все на проекте Базин Холиплей, это первый сервачок, все ссылочки есть в описании, как начать со мной играть, а чтобы вам было легко начать играть, то, конечно же, вводите мой замечательный промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, за этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому берите, вводите, этих денег вам хватит, чтобы купить себе машину, квартиру, одежду, и просто хорошо стартануть, играть по кайфу, но сегодня будет довольно-таки необычное видео, оно было вообще спонтанное, я вам обязательно сейчас все расскажу, то есть суть видоса заключается в том, что человек обманул игрока на аудиосистему, я вам по порядку, в принципе, все расскажу в данном видосе, поэтому смотрите его от начала до конца, как я и сказал, данное видео было спонтанное, поэтому мне придется его переозвучивать, потому что в тот момент я сидел в дискорде, то есть очень плохой звук на видосе, и вы просто будете смотреть кадры, а уже озвучивать данную ситуацию буду уже я сам, я надеюсь, что вам такое видео понравится, давайте постараемся брать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита! Значит, ситуация заключается в том, что некий игрок, у которого был седьмой уровень, продавал аудиосистему, и меня это очень сильно заинтересовало, потому что, ну, как бы пацанчик седьмой уровень, и он утверждал то, что он крутил рулетку и выбил аудиосистему, и предлагал всем ее у нее купить, но у него было очень интересное условие, а именно, он говорил, чтобы ему скинули сначала 5 миллионов, и потом он уже будет выставлять, получается, аудиосистему на продажу через рынок, но как минимум, это уже очень подозрительно, и решил за ним последить, и вообще последить за сделкой, потому что я понимал то, что просто могут сейчас наебать человека, и он останется, как бы, без бабок. 5 миллионов, это довольно-таки такая нормальная сумма на Амазинге, за эти бабки можно купить себе неплохую машину, либо какой-нибудь домик, и именно поэтому я решил последить за данным игроком, и посмотреть вообще, что произойдет, и как обернется вся эта ситуация, и как бы они поехали с другим игроком в банк. Я за ним следил-сидел, и решил телепортироваться к игроку, который хотел у него купить, получается, вот эту аудиосистему. Кто не знает, аудиосистема, это такая темка, которую вы ставите на машину, и вы можете через сайт закачивать музыку, и потом ее включать и слушать, как бы, то есть это очень классная тема. Стоит такая темка примерно, ну, 50 миллионов. Я, получается, телепортировался к игроку, который хотел у него купить аудиосистему, я с ним пообеседовал, то что, ты понимаешь, что данный игрок как бы как седьмой уровень, и он тебя может обмануть, поэтому лучше там договор какой-то сделай, либо еще что-то, потому что если он тебя обманет, то тебе деньги, как бы, никто не вернет. То есть, я его предупредил. Если что-то будет не так, то, типа, он мне напишет репорт, что, в принципе, и произошло. Как бы, он написал мне репорт, и говорит такую вещь, что, вот, как бы, он хочет выставить аудиосистему, но здесь мешают игроки. То есть, они могут купить эту аудиосистему. И этот игрок, который ему продавал, сказал то, что, если кто-то словит, то я не виноват. То есть, он мог просто, якобы, выставить аудиосистему на продаже, которого не было, и сказать, что просто ее кто-то словил. И все. Понимаете? К нему не доебаться. То есть, действительно, там были люди, кто-то мог вообще на рынке Южного словить, потому что мы были в Батырево. То есть, в любом случае, он вышел бы красавчиком в этой ситуации, но я ему говорю, бэ, это уже ваши проблемы. То есть, в это я вмешаться не могу. То есть, я не могу там, человека, либо кикнуть, либо заморозить, либо еще что-то. То есть, если кто-то словит, это уже будут ваши проблемы, и я в этом тебе ничем не помогу. Я ему говорю, ты понимаешь, что у него седьмой уровень, и у него нету даже машины никакой. То есть, это 100% развод. После чего, он говорит этому игроку, который хотел ему продать аудиосистему, то, что поехали в банк, и ты мне вернешь деньги обратно. Я посмотрел логи, и оказалось то, что он даже вообще не крутил никакую рулетку. То есть, соответственно, я так посмотрел его аккаунт, и у него не может быть просто аудиосистемы никаким образом. Потому что это азартный человек, и у него просто там очень много игр в казино. И у него седьмой уровень. Я не знаю, откуда он брал деньги, но у него очень много ставок в казино. То есть, это был реально очень азартный человек. После чего, они приезжают в банк, и этот пацанчик говорит то, что у него не появляется окно банка, и он не может ничего нажать. И он говорит, типа, у меня пинг, там все дела, хотя пинг у него был 29, если я не ошибаюсь. То есть, пацан реально просто обманывал. Я ему пригрозил баном. После чего, он сказал то, что подождите 15 минут, я перезаряжу компьютер, и если меня не будет, вы можете писать жалобу. Я думаю, хорошо, окей, без проблем, мы тебя подождем. Проходит буквально где-то минут 5, и знаете что? Я захожу в спек, и он просто на всех парах бежит в казино, понимаете? И я понимал то, что если сейчас я ничего не сделаю, он просто деньги проиграет в казино. Если вас обманули, и человек проиграл эти деньги в казино, либо как-либо потратил, то вам ничего не возвращают. То есть, я понимал, если я сейчас ничего не сделаю, он просто, как бы, потратит эти деньги в казино. Ну, точнее, проиграет. После чего, я его заморозил, получается, телепортировался к нему. После чего, он начал говорить, вы так, типа, не так поняли, там, все дела, туда-сюда. Короче, начал молоть херню. Я телепортировал игрока, который ему скинул 5 миллионов, получается, и мы начали разбираться. Я этому игроку, который обманул, говорю, либо ты отдаёшь ему деньги, либо я тебя баню. Но если ты отдаёшь деньги, то я с тобой ничего делать не буду. То есть я реально ему пообещал, что если он вернёт деньги, то я его банить не буду. В принципе, так оно и произошло. После неких переговоров, так сказать, всё-таки он решил отдать деньги, и я оставил его не в бане, пацаны. Возможно, я поступил неправильно, но с другой стороны, я понимаю, что это плохой человек. То есть я должен был в любом случае, по сути, его забанить. Но если меня смотрит администрация, то можете сделать это сами. Потому что я как бы пообещал, я не хочу быть балаболом, не хочу быть каким-то, знаете, пустословом. Я пообещал то, что я его не забаню. Я так и сделал, я просто его отпустил и всё. Довольно-таки такая интересная ситуация получилась. То есть да, сумма довольно-таки такая, не прям очень большая, но всё-таки 5 миллионов, пацаны. Вот, чтобы мне заработать 5 миллионов, мне нужно где-то 8 часов работать на доля-бойщиках. Это минимум. Возможно, даже больше. То есть это реально такая нормальная сумма, которую не так уж и легко заработать. Я не знаю, можете написать своё мнение в комментариях, но я просто решил его не банить. Реально, я решил не банить, потому что я понимал, что я сейчас его могу забанить. Без проблем. Я мог бы его забанить спокойно, сразу, просто. Игроку пришлось бы писать, во-первых, на форум. Во-вторых, он бы долго ждал. Как бы пацан просто улетел в бубан. То есть я облегчил, получается, судьбу тому человеку, которого обманули. То есть я, как бы, дал шанс этому рыжику, у которого был 7 уровень, просто остаться в игре. Чтобы он мог дальше играть. Да, я понимаю то, что он будет дальше наёбывать. Я это всё понимаю. Но я пообещал, пацаны. Я пообещал то, что я его не забаню. Я так и сделал. Поэтому просто не ведитесь, пацаны. Если вас просят заранее скинуть деньги, не ведитесь. Потому что он просто может продать вам аудиосистему, третий чип, через систему, которая есть на рынке. Специально для этого её сделали, чтобы не было обмана, как это было раньше. Раньше намного жёстче обманывали. Просто брали машину и не отдавали обратно. И всё. Сейчас, как бы, всё попроще. Но всё равно есть такие умники, которые разводят игроков. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если вы хотите больше таких роликов, то напишите об этом в комментариях. Я вам буду очень сильно благодарен. Всё. Играйте вместе мы на проекте. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока.